Евгений Владимирович, тогда последний вопрос на сегодня, не так уж много времени до конца эфира. Скажите, на сегодняшний день КГБ, коллеги, глобально, Лубянка условно, в состоянии начать революцию, в состоянии опрокинуть Путина, в состоянии поднять народные массы? Ну, все время вот ФСБ, как его предшественники, это исполнительный орган. Он никогда не обладал суверенитетом. Никогда. Его руководители меняли как перчатки по первому решению. Разгоняли, преобразовывали, сокращали, делили и так далее. Это не субъект самостоятельной деятельности. Это важный механизм власти диктатора, который работает по двум принципам. Первое, что положено, и второе, что позволено. Ему сегодня много позволено того, что не положено. И на это пока глаза начальник закрывает. Потому что то, что он требует, то, что положено, ФСБ делает. А главное на сегодня это обеспечивать атмосферу страха в стране. Страх в элитах, страх в предовых гражданах, страх в политическом мире. Ну, вот с этой функцией ФСБ справляется и справа. А то, что ФСБ может сама начать, если кто и начнет, то это более близкие структуры. Это ФСУ. А то он стоит прямо совсем рядышком. Это в рамках дворцового переворота. Или вот иголочка от Министерства обороны, если Министерство обороны будет загнанным. То есть только там может решаться этот вопрос. А ФСБ каким для этого ресурсом? Ну, каким?